Здорово, парни! В общем, у нас тут битва перекупов. Братуха-99 уже свою сделал, и вот настало время семерочки. Внешку семерочки мы уже сделали. Кто посмотрел, молодец, кто не посмотрел, может перейти. Вот, соответственно, предыдущее видео было про внешку. Мы нарисовали солнце, мы сделали ее в GDM стиле. Ну, в общем-то, прикольно достаточно получилось, но однозначно лучше, чем было, потому что до этого она просто даже на машину была не похожа. И теперь семерочка, которую мы купили за 12 с половиной тысяч рублей, должна как-то преобразиться по салону. Но поскольку это даже не автомобиль сейчас по салону, это какой-то просто трэш. Кто смотрел видос про двенадцать, это про двенашку про нашу, это даже хуже. Поэтому для того, чтобы даже хотя бы просто сесть в этот салон, я надену вот эту масочку. Там просто лютейший, читайте по губам. Итак, парни, значит, у нас здесь что? Я не представляю, кто здесь ездил. Я не представляю, кто здесь сделал вот это деревянное говно, которое мы, конечно же, будем сейчас выламывать. Ну вот это из какой-то пены это все сделано. И сверху еще обклеено текстурой под дерево. В общем, здесь нужно и сиденье, ну я не знаю, на видео видно, не видно, просто вот даже слегка дотрагиваешься и вот такой вот клубок пыли просто поднимается. Вот это, вот это, вот эту срань, это все мы будем убирать. Весь салон мы будем чистить. Много чего поменяем и, соответственно, потом, когда салон будет готов, то есть машина у нас будет полностью готова, мы также ее выставим на продажу. Честно, вот даже садиться в эту срань неприятно, даже находить, вот серьезно, вот когда садишься в нее, здесь даже дышать нечем, здесь настолько пыльно, здесь настолько грязно, что просто вот аллергик, вот если кто-то, да, знаете, вот бывает такое, что вот столько пыли, что просто чихать начинаешь сразу. Вот здесь вот ее реально столько, и, кстати, я аллергик, поэтому я вот одел эту маску просто потому, что, ну я не знаю, мне кажется, если садиться в такие тачки и вдыхать вот эту всю вековую пыль, здесь можно подхватить каких-нибудь хламидий, там, я не знаю, может быть, что-то еще более серьезное, но, в общем, это, ребят, просто трешняк, это просто трешняк, такого говна лично я не видел. Но меня вот убивает еще вот этот весь колхозный наряд, который здесь, ну просто, блин, ну как вот можно было вот это говно сделать, оно все кривое, все неровное. Знаете, сколько стоит борода сюда, пластиковая, обычная? 300 рублей. 300 рублей! И не надо было вот эту, сука, срань, делать! В общем, мы начинаем ТВН. Поехали. Прям, сука, руки бы оторвал. Самое первое, что я хочу сделать, это вынуть вот это. Ёп! О, прости, братан. Твою дивизию по ногам же. Дюже больно? Немного. Но смотри, как становится лучше машинки. Потом, так, ну вот эту вот срань мы выламываем. А, она там прикручена. Она прикручена так, что откручивается даже руками. Сейчас. Один сраный говноболтик. И вот у нас уже половины этой говноконсоли нет. Выкидываем. Ноги береги. Есть. Дальше. Есть центральная часть. И есть вот эта. Что это? Это, ребята, у нас... Это, видимо, управление чем-то. Чем, не знаю. Ну, подскажите, может, кто знает, что это за говно. Куда оно пихается. А, это, понятно, прикуриватель. Который, кстати, у нас заизолирован и отключен. Что самое интересное. Это вообще прикол. Это просто. Ну вот, ну вот, сука, а зачем вы тогда его туда вставляли, если вы его заизолировали и отключили, а? Кто-нибудь мне может объяснить? Что, вот зачем эту срань, сука, родить? Нет, никто мне не объяснит. А знаете почему? Потому что мы, наверное, уже не найдем того, кто это все ковырял здесь и делал, и наделал вот это говнище. Так, ну вот это уже, вот этот болтик мы уже не открутим. Просто так. О! Сейчас будем высвобождать кнопочки. Все. Итак, первое, что мы сделали, это избавились от говна. Языки пламени какие-то, ведические символы. В общем, все непонятно. Итак, у нас есть пук проводов с кнопками. Есть просто пук проводов без кнопок. Есть вот это вот... А, я ее откручиваю. Господи. Есть вот эта срань. О! Так прикольнее! Слушай, нам надо было не GDM делать. Нам нужно было сделать ее, знаешь, типа тачка для гонок. Все, облегчить. Каркас безопасности захерачить. Вообще тема. Вот это вот, что это? Это вот вообще, что? Это, ребята, светодиоды. Здесь, ребят, вот гадом буду, это какой-то электрик на ней ездил. Потому что слепить вот такое вот самостоятельно, а это самостоятельно слепили, мне кажется. Ну, посмотрите, как внутри там все вырезано. Все криво. То есть чувак понимал, как плюс с минусом соединить. Но вырезать это все было достаточно для него проблематично. В общем, менять будем вот эту срань. Чистить все. На боковушках тоже эти светодиоды. В общем, знаете, было время, наверное, когда в эту машину дехки, дехки, просто вообще пули залетали и говорили, я сделаю тебе все, что хочешь. Сделай все, что хочешь, только прокати меня, мой господин. Но то было давно и неправда. Короче, начинаем дальше разбирать салон. Наверное, с сидений. Субтитры сделал DimaTorzok Да, боюсь туда заглядывать. Что это за говеный поролон? Я не знаю. Походу утеплитель какой-то. Под ним еще, слышишь? Да, она должна быть тише, чем Мерседес С-класс. Да, она вся проклеена. Ни хера. Ну, кто-то реально загонялся, для себя делал тачку. Сразу видно. Какая срань. Какая срань. Мне кажется, она как-то вверх поднимается. У меня классики не было. Мне тяжело. Мы с тобой два счастливчика. У меня тоже ее не было. Мы сразу... А, нет, ты же с Волги начинал. Я ложусь на этот диван. Просто, я не знаю. Сейчас должен блевануть, видимо. Тихо, но нас смотрят дети. Нельзя блевать на прямом эфире. О, фу. Срань. А, оттуда кто-то вылетел. Нет. Серьезно вылетела какая-то бабочка. Ё. А, ну я ее даю. Ой, ё. Твою мать. Слушай, здесь какой-то ярлычок. Химек Маш. Партия номер 25. 98-й год. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а как же мы до дна доберемся? Ты посмотри, она все залито! И что делать? Ну-то эти снимаю, сейчас посмотрим! Ох, ебшкин крот! Не боюсь, доберемся, я уже вижу! А, вот они, дырдочки! Вот они! Вот она вся красота! Слушай, ну это мы сейчас, я не знаю, как это все удалять? Это как раз типа мастики какой-то здесь залито все! Ну сейчас что-нибудь придумаем! Ой-ой-ой-ой! Ей прям совсем плохо, между прочим! Ну не хуже, чем 9-9! 9-9! Вообще! Слушай, не, это не заводская срань! Это сами уже здесь сделали когда-то что-то! В принципе, я боюсь сюда наступать! Хорошо, что я в маске! Всем этим говном не дышу! Хотя не дышу, конечно! О, я обманываю! Слушай, мне больше нравится, когда я держу камеру! А ты... Хреначешь салоны! Да не знаешь, я и в твоем апплуа себя шикарно чувствую! Да сука! Что ты там застряла? Мне лень откручивать! Я так понимаю, лень не отрезать! Да! Да, лень! Все здесь неудобно сделано! Все! Выдрали! Теперь можно оценивать обстановку! Слушай, мне кажется, здесь пол держится вот на вот этой сране битумной! Которой здесь все проклеено! Я не понимаю, что это такое, правда? Мне кажется, это заливали битумом, знаешь, таким жидким! И сверху марлей кидали! Ну да, типа марлей! Какая-то хрень! И все это теперь застыло! И получается, что к полу подобраться, чтобы что-то заварить, вообще нереально похоже! Я вообще не представляю, как это отдирать! Вот, смотри, она... Вот она здесь отходит! Но она же вся не отходит! Да! И что нам делать? А, это даже слышу, это не марлей, это мешок! Это мешковина, да, да! Да красавчики вообще! Ну что? Вариант с завариванием полов, похоже, провалился! Ну сейчас я посмотрю, поковыряю! Итак, есть плохие новости! Мы встретили сопротивление противника! Ржавого! Вот, у нас вот такая хрень! Мы здесь поковыряли! Ну, ее, в принципе, дырку было видно снаружи! Но, по факту, здесь все намного... Ну, в общем, приблизительно вот так это все выглядит! То есть, такие вот большие куски! Проберем и руками отламываем! То есть, здесь... О! О! Уже сложнее отломать! Потому что здесь уже пошел металл! В общем, смотрите! Какая проблема? Проблема вырисовывается у нас вот здесь! Вот! Вот! Вот такой вот приблизительно кусок! Это уже не металл! Это уже как бы говно! Но! На самом деле, ничего плохого в этом нет! Почему? Почему? Спросите вы! Да потому что! Лонжерон у Жигулей идет вот здесь! Вот здесь, снизу! Соответственно, он вот такой здоровый! Он классный! Он не гнилой, не ржавый! Все здорово у него! В жизни удалось! И вот он идет вот здесь! А потом еще идет вот сюда вот в сторону! То есть, вот такая вот конструкция! Сам лонжерон целый! Не цело! Только вот эта вот срань! Поэтому мы сейчас вот эту дырочку завариваем! Она как бы такая ненесущая, скажем так! Неконструктивно какая-то там очень важная! И, собственно, все! И потом уже вот эту всю жавчину вычистим, замажем! Вот! И уже дальше будем заниматься очищением этого салона от вселенского ужаса и зла, который здесь присутствует! Потому что я до сих пор не могу снять маску! Здесь адская пылятина! Просто вообще кошмар! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не делайте шумку из мешковины, пожалуйста! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, понимаешь, мысль сжечь ее, эту машину, была у меня еще до того, как мы сделали ей внешку и начали делать салон. Поэтому тут как бы надо было делать либо тогда, либо не делать сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, самый популярный комментарий к этому видео будет санычный рукожоп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, да, точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, какие седалища красивые, а? Да, да как ты их отмыл замечательно. Теперь в ней можно будет находиться без респираторов и без масок. И не бояться помереть от, не знаю, от какой-нибудь чумы. Или что-нибудь такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...